Вся молодость у детства прошла, все дома помню какие были. Улица, конечно, нравится тем, что она широкая, летом зелени много, деревья пасурные. Под моими окнами были овощной, там фарфор фаян с магазина, эти старинные здания, красивые очень. Что еще? Тут была дорога и очень красиво отсюда смотрелся вдали здание вокзала Аржаград. Очень красивое здание с часами, с башенками. Как же это не Новая Америка? И когда в один из домов, который вы будете, может быть, сегодня показывать, это дом купца Денисова, пришел известный наш писатель Юрий Скучек, и он увидел, что туда зашла работница. Он думал, она будет покупать пуговицы, а она мерила шубку. То есть он был поражен, что такой уровень жизни у рабочих бежится. Здравствуйте! Мы продолжаем наши прогулки по городу. И сейчас я, Елена Бочкарева, предлагаю вам познакомиться еще с одной уникальной улицей, центральной улицей Бежицы. Она носит название третьего интернационала. Сегодня мы узнаем, почему, а заодно прогуляемся вдоль знаменитой китайской стены и выясним, за какие заслуги бежицу называли русской Америкой. Если уж заглядывать далеко-далеко в прошлое, то первоначально эта улица никак не называлась. Название улицам стали давать лишь в начале 20 века. С выбором наши предки относились довольно аполитично. Старой Бежицы никому бы и в голову не пришло назвать улицу в честь третьего интернационала. Сейчас в этом здании расположено общежитие БМЗ. А в 1894 году на этом месте, прямо напротив входа на современный Бежевский рынок, была построена церковь Петра и Павла. Она была перенесена сюда со старой базарной площади. Так вот, церковь и дала название улицам. Она стала именоваться не как в Брянске Петропавловской, а церковной. В 17-м году храм пытались закрыть, что и было сделано в 1923 году. С 27-го года 20-го века храм использовался, помещение храма было использовано не по назначению. Там размещался дом физкультурника. Окончательно храм был внесен в 1963 году и уже в 1968 году было введено в эксплуатацию здание общежития. Это с виду ничем не примечательное здание. Знаменито еще и тем, что в 70-х, 80-х годах в нем располагался книжный магазин номер 6. И не какой-нибудь, а второй по величине в области и самый крупный в районе. Его торговая площадь составляла 350 квадратных метров, а постоянными гостями были писатели и самые известные люди города. Когда улица только застраивалась, проезжая часть представляла собой сплошные ямы и ухабы. По ним ежедневно проезжал главный бухгалтер завода Жмуров. Его терпению пришел конец, и он потребовал, чтобы завод осыпал ямы с щебнем красного кирпича. В тот же миг в народе улицу прозвали «Красной дорожкой». В 20-х годах 20-го столетия улица стала именоваться улицей Третьего интернационала. Это международная организация рабочего класса, которая была создана Троцким и Лениным. Сегодня, чтобы получить разрешение на строительство, здание должно как минимум вписываться в единый архитектурный ансамбль. В 19 веке все было значительно проще. Дома выглядели так, как было угодно душе хозяев. К примеру, дом купца Денисова выдержан в формах неоренессанса. Соседний сочиняет готику и модерн. Идем чуть дальше и видим старорусский стиль. А вот пример конструктивизма. Простой фасад, почти полное отсутствие деталей. Здание почты было построено в виде раскрытой книги. Не знаю, как сейчас, но в 30-е годы получить здесь работу было не так-то просто. В 31-м году на втором этаже открылась центральная телефонная станция. В то время абонентов соединяли барышни-телефонистки. Так вот, критерии отбора кандидаток были довольно строгие. Высокий рост и размах рук не менее полутора метров. А знаете почему? Высокий рост помогал без труда дотянуться до верхней панели с гнездами соединений. Для этого нужен был и широкий размах рук. Не так-то просто было попасть на работу и в это здание. Когда-то здесь находилась аптека. Не просто магазин таблеток, а серьезное медицинское учреждение, управлять которым мог фармацевт только со степенью магистра. В 17-м году здесь открылась Народная библиотека-читальня. А 90 лет спустя сюда переехала Центральная городская библиотека имени Праскулина. Есть воспоминания жителей от 50-х годов, что мы, когда входили в центральную дверь, мы сразу видели стойку, за стойкой сидела аптека и много-много всевозможных там пузырьков. А вот, пожалуй, самое популярное у местных жителей места – Беженский универмаг. Чтобы его построить, потребовалось 20 с лишним лет. И неудивительно, ведь конструкция наисложнейшая. Она называется «Самолет» и представляет собой букву «Т». Всего по этому проекту в СССР было построено 6 универмагов. Ближайший находится Твери. Вы думаете, в Брянске нет своих чудес света? А вот и нет. В 70-х годах на центральной улице Беженский выросла настоящая китайская стена. Так жители прозвали комплекс из трех девятиэтажек. А почему бы и нет? 430 метров в длину. 17 подъездов, 600 квартир. Несмотря на то, что история не раз меняла направление, улица Третьего Интернационала была и остается прямой центральной улицей Бежицы. Фактически она начинается от железнодорожного вокзала «Арджоникидеград» и автостанции. В ее начале Бежицкий рынок, а заканчивается городской больницей номер один. Здесь расположено множество магазинов, крупнейший из которых «Бум-сити». И, конечно, проходят основные маршруты общественного транспорта, которые курсируют по Бежицы. Гуляйте вместе с нами и узнавайте родной город. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова